здравствуйте дорогие друзья вы знаете давайте сегодня попробуем копнуть глубже чуть-чуть захватить кабалу я надеюсь что мы уже пришли к этому уровню экиф недельная глава пятка многие говорят у человека есть такая часть тела которая особым образом связана с ангелом смерти это пятка когда творец проклял змея побудившую греху там адама и он сказал что за то что ты так сделал посею ненависть между собой и женщиной и потомство и будет разить тебя в пятку пятка это вход через который смерть может проникнуть человека у пятки есть еще одна уникальная способность там расположены специальные нервные окончания которые остро реагируют на щекотку реакция на щекотку обычно такой смех необходимо понять что это явление еще с древности изучали мудрецы ощущение вызываемая щекотка доставляет определенное удовольствие вызывает смех такой но это лишено смысла это фальшивое удовольствие и тем не менее когда чеку щекочет сможет смеяться смех обычно это выражение радости но в данном случае смех и радость абсолютно внешне и поверхностны и не затрагивать сущности человека это смех ради смеха и вот дурацкий смех да и вот этот вот смех ради смеха когда человек свою жизнь списывать на смех на 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 прожигание вот это вот он открывает дорогу ангелу смерти мудрецов в древности разъясняли что существует определенное соответствие между строением человеческого организма и устройством вселенной при этом каждый орган и каждая точка на теле человека является аналогом той или иной структуре вселенной написано в книге за арка дача когда бог творил человека он в его строение запечатлел все тайны верхнего и нижнего мира поэтому написано и сотворил чека по образу и подобию тайны строения человека сотворенного в нижнем мире отражаются сокровенные тайны высшего мира и кожа которая покрывает чека сверху соответствует пространству космоса например линии морщины на коже там это планеты звездные так далее линии на ладонях это написано сокровенные тайны как звезды все есть душа человека имеет пять уровней и все соответствуют разным духовным миром ну к примеру там начальный период вселенной соответствует голове на святом языке рожь голова соответствует слово решит начало и так далее мы просто не видим как насколько все связано нынешнее поколение называется поколением чего пятки да как это в нашу эпоху мудрецы называли квета д д д д машиха перед приходом машиха вот поколение пятки нынешнее поколение она дальше всех от головы и сегодняшнее поколение относится только с пяткой и чтобы понять его нужно изучить пятку с точки зрения физиологии можно будет лучше понять сегодняшний день пятки сосредоточены нервные окончания способны вызвать и и и вот этот дурацкий смех да и поверхностные удовольствия все эти и еще раз только мгновение продолжается удовольствие это не сама жизнь это лишь ощущение да и вот поколение которое полностью властвует над которым ангел смерти это поколение дурацкого смета поколение пятки когда человек хочет пятку он смеется но его смех лишен смысла такого поколения пятки наше поколение оно целиком сосредоточено это мудрецы сказали на ощущениях на погоне за удовольствием даже не осознает насколько нуждается в смысле и поэтому постоянно требует нового ощущения еще более сильных еще там раньше снимали фильмы там убийство сейчас 200 там и так далее и это предсказано перед приходом машиха сказано все это будет возрастет наглость государство станет безбожным и так далее что же такое настоящая настоящая жизнь и что такое жизнь которая мудрецы называют смертью прежде всего нам надо понять что всевышний сотворил не просто существование да а именно жизнь и на самом деле нет ничего кроме жизни это очень сложно но так говорили каббалисты так оно и есть все что сотворено в этом мире по своей структуре соответствует человеку а человек не просто существует он живет другая сторона мира это все существующие в нем анти то есть как бы это все супер тепло есть одна сторона и другая и вот мы с вами уже начиная сверху достигли последнего поколения человек очень сильное существо он запускает действие систему связи каждый его поступок мысль приводит к определенным воздействиям высших мирах говорят каббалисты а потом через сложный передаточный механизм включающий там ангелы космические объекты там возвращается на землю в конечном счете ко всем нам и особенно к нему знай написано в трактате что прожжай о том что выше тебя но в соответствии с сокровенным смыслом принимают эти слова несколько уначе знай то что совершается в высоте исходит от тебя то есть порождено твоими поступками благословение после чтения торы по свитку мы говорим что благословен ты бог который даровал нам тору истины посадил нас саженец вечной жизни это саженец которого вырастает дерево жизни а смерть пребывает там где врут живую тору и превращает ее мертвую я понимаю что все это сложно это с уроков хайма молочника но давайте вдумаемся мы с вами есть владельцы хозяева этого мира мы с вами регулирующий механизм но бог слава богу за нами наблюдает пороховой от плоха